Всем привет! Мы в машине времени, а значит прямо сейчас отправимся в путешествие по истории и узнаем о том, что интересного произошло в этот день. 21 октября отмечается День повара японской кухни. Традиционная еда жителей страны восходящего солнца пользуется заслуженной популярностью во всех уголках земного шара. Это низкокалорийная и легкая пища из свежих минимально обработанных продуктов, что верный путь к стройности, хорошему здоровью и долголетию. Но правильно готовить блюда, рецепты которых насчитывают не одну сотню лет, могут лишь настоящие профессионалы. Россияне обожают суши, которые едят в будни и выходные, запивая большим количеством горячительных напитков. Японцы же очень трепетно относятся к своему традиционному блюду. Они едят его по большим праздникам и не готовят дома. Считается, что настоящее суши может сделать только мастер такумисуси. К женщинам этой профессии уважительно обращаются опай, а к мужчинам огай. Многие из них это выпускники Токийской академии суши. А еще дальневосточная кухня отличается сезонностью и ориентирована на погоду. Каждому времени года соответствует свой набор продуктов, из которых повара готовят оригинальные блюда. В холодное время года порции увеличиваются, как и размер блюд для молодых людей по сравнению с представителями старшего поколения. А теперь перенесемся во времена смуты. Когда последний царь из династии Рюриковичей Федор I не оставил наследников, его брат царевич Дмитрий умер при странных обстоятельствах, а Борис Годунов не имел однозначного преимущества на роли управленца. Не секрет, что именно тогда в стране происходила полнейшая неразбериха. Масло в огонь подливало и тяжелое экономическое положение. Тут как тут оказались личности, претендующие на трон. Одним из таких был самозванец Лжедмитрий II, который был убит 21 декабря 1610 года. Появился он на территории польско-литовской державы после гибели Лжедмитрия I, выдававшего себя за сына Ивана Грозного. В 1607 году вокруг нового самозванца объединилось 3000 сторонников, разбивших вскоре под Козельском армию законного царя Василия Шуйского. Среди них были польские авантюристы, южно-русские дворяне и казаки с Украины. Позже к нему присоединилось еще 7 тысяч поляков. Неудивительно, что Лжедмитрий без труда обосновался под Москвой. Однако к власти он так и не пришел. Все попытки взять город оказались неудачными. Спустя два года уже сам польский король Сигизмунд III возглавил новый поход против России. Оставшись неудел, Лжедмитрий II бежал под Калугу. Там его зарубили саблей. Также в этот день, в 1947 году, был избран Первый Магаданский городской совет депутатов трудящихся. Город Магадан из районного перешел в краевое подчинение Хабаровского края. На бюджет горысполкома были переданы учреждения просвещения, здравоохранения, горвет-лечебница, а также городские библиотеки, отдел социального обеспечения и отдел ЗАГСа. Жилищно-коммунальное хозяйство оставалось в ведении дальстроя. Городской совет дополнительно выделял из бюджета средства на его содержание и финансировал мероприятия по благоустройству города. А еще праздничный календарь сегодня настроен зарядить тебя оптимизмом. 21 декабря это день, посмотрите на светлую сторону. Кто-то связывает его с солнечным светом, теплым лучом которого мы не просто радуемся, а буквально обязаны им жизнью. Более того, праздник обычно выпадает на день зимнего солнцестояния. Как в древности, так и сегодня он символизирует пробуждение природы и победу света над тьмой. День начинает постепенно увеличиваться, а ночь сокращается, а у природы начинается новый жизненный цикл. Что же касается настроения, то оно заразно. Недаром говорят, что нельзя окружать себя вечно ноющими людьми, ведь в конце концов ты сам превратишься в такого же горемыку. У меня на этом все. Отмечай праздники, а мы увидимся в машине времени.